Чти родителей своих, поясните, пожалуйста, этот момент в моей ситуации. Я испытываю презрение, отвращение, ненависть к своему отцу. История длинная. Он пил, бил, мать, превращала нашу жизнь в настоящий ад. Я жил долгое время в страхе, но это ладно, так, пролог. Сейчас, слава Богу, все в порядке, отец не пьет. Но у меня нет никакого желания с ним общаться. Он придумал унизительную кличку моей матери и постоянно называет ее этой кличкой. Ладно бы просто называл, но вы бы слышали эту интонацию. Меня это страшно раздражает. И вообще, Он ведет жизнь абсолютно антихристианскую. Он самый настоящий плотоугодник, Бога не верит, мясо ест тоннами, постоянно лежит на кровати и мерзким голосом кричит. А тут я еще недавно узнал, что Он еще и на своем планшете просматривает порнографию. Так получилось, что я залез в его планшет не по собственной воле. Я был просто в шоке. Если я до этого хоть немного уважал, то после этого Он очень сильно пал в моих глазах. Отец Андрей, я все это пишу не к тому, чтобы пожаловаться, но понять, как мне чтить такого человека. Объясните, пожалуйста, как быть? Ведь грешу сильно и осуждаю, раздражаюсь, вплоть до ненависти и ничту. Как не осуждать, как не раздражаться, как чтить? Ведь человек, по сути, идет против Бога, а я, наоборот, пытаюсь жить по-божески, соблюдать заповеди. А он живет абсолютно противоположно. В последнее время, пытаясь как-то поменьше бывать дома, чтобы меньше встречаться с ним, живу я вместе с родителями и вынужден постоянно все это слушать и видеть. Мне 27 лет, я холост заранее благодарю за ответ. Очень мило, с вашей стороны, что вы указали возраст и семейное положение. Это дополнительные какие-то сведения мне, чтобы вам ответить. Знаете, как вам нужно, чтобы уже окончательно последний гвоздь в крышку этого гроба вбить, вам нужно приготовиться еще к тому, что Господь возьмет и простит его, и примет в Царствие Божие. И это будет совсем тяжело. Ведь Господь-то его все равно любит. Какой бы он ни был, а это чадо Божие. Да, вот такое вот чадо. Да, вот он свои возможности, свои таланты, свои дарования, которые у него Господь даровал, он употребил вот так и развил в себе вот это. Но эти разбойники, которые на кресте покаялся, он ведь тоже, знаете, был не вот там человеком святой жизни. Тоже, знаете, там всякое, наверное, бывало. Но тем не менее, Господь взял и дара ему даровал. А все те благочестивые фарисеи, которые старались заповеди соблюдать и молиться, и поститься, и все остальное, они стояли у креста и распинали Христа. Так что я, например, нисколечко не удивлюсь, если так произойдет. У Боженьки есть чувство юмора. И Вы тоже так приготовьтесь к тому, что вполне такой фокус-покус может произойти. И что оказывается, что он в Царство Божие войдет, а Вы потом скажете, как, как, как? А вот так. Вполне может быть. Как не осуждать, как не раздражаться и как чтить? Не знаю. У меня нет рецепта. Я не могу Вам сказать, что делайте так, так, и у Вас все будет нормально. Нет у меня такого. Во-первых, Вам надо бы уже своей жизнью как-то жить. То есть переключить свое внимание на заботу о ком-то. У Вас должна быть жена, у Вас должен быть ребенок. И когда Вы будете заботиться о ком-то, то это уже станет, да пусть живут как хотят. Ну живут они там. Ну вот он так маму обзывает. Ну обзывает он. Она же с ним живет. Ну, наверное, ей нравится это. Ну или, по крайней мере, она не против. И даже если она жалуется на это и говорит, что ее это обижает и унижает, но тем не менее она все это терпит, значит не так уж и сильно обижает. Знаете, есть люди, которым нравится вот такая ситуация. Есть возможность поплакаться, сказать, какой я бедный и несчастный, как у меня все плохо, как меня никто не любит. Если тебя будут все любить, ты уже не можешь так сказать. Ты не можешь пойти поплакать подруге и сказать, что вот муж такой сволочь, он меня так обижает, так унижает, а она не скажет тебе, да ты что, да, ой, какой кошмар. Ну вот, некоторым хочется вот этого, на самом деле. Сейчас вот забери, лиши, и она будет выйти белугой, потому что оказывается, что она его любила, и все у них было нормально. Это у них просто такая форма взаимоотношений может быть была. Я не знаю, я просто говорю, что такое возможно. Но когда у вас будет собственная жена и ребенок, вам будет о ком заботиться, вы тогда на это дело махнете и скажете, да пусть они живут, как хотят. Ну, сами разберутся, они в конце концов не дети, это ваши родители. Если мама это устраивает, ну пусть живет. Вам тогда что переживать за это? Может, ей это устраивает. Так что вот так. До свидания. Продолжение следует... ... ... Субтитры подогнал «Симон»